МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они еще в начале пути, но готовы покорить весь мир. Их идеи претендуют на эксклюзивность. Их проекты всегда высокотехнологичны. Энтузиазм и творчество – главные черты нового поколения бизнесменов. Это программа об IT-разработчиках и индустрии стартапов. The World of Startups. Привет всем. Меня зовут Серик Акишев, и это программа The World of Startups. В то время, пока космические корабли бороздят околоземную орбиту, мы бороздим просторы интернета, хай-тек-конференции и бизнес-семинары. Более того, мы там, где о бизнесе не только говорят, но и делают его. То есть мы с вами, уважаемые телезрители, небезразличные ко всему айтишному. В новой программе вы узнаете. Гигантский механический муравей и специальные игры для Окулус в обзоре мировых новостей. Игры, веселье и мультики. Проект «Китслаб» поможет занять детей во время шопинга родителей. Орико от и до. Опытный бизнесмен-айтишник Вадим Лю загорелся мечтой о своем ресторане и решился на необычный эксперимент. В мире информационных технологий, как всегда, неспокойно. В то время, как крупные корпорации работают над фантастическими механизмами, компании-производители игр пишут уникальные технологии, позволяющие попасть в мир виртуальной реальности. Об этом и многом другом вы узнаете из обзора «Айти новостей». Специалисты немецкой компании «ФЭСКО» уже не первый год работают над созданием механических насекомых. В 2015-м ученые продемонстрировали искусственную стрекозу. А в этом фантастического робота-муравья под названием «Бионик-Анд». А точнее, сразу несколько его разновидностей. Роботы, как и их живые прототипы, могут перемещать и манипулировать большими объектами, размеры и вес которых намного превосходит самого робо-муравья. В голове у «Бионик-Анд» находится стереоскопическая система видения из двух камер, а антенны являются контактами, через которые производится подзарядка внутренних аккумуляторных батарей. Большая часть элементов и узлов конструкции роботов «Бионик-Анд», размер которых составляет 13,5 сантиметров, а вес всего 105 грамм, была изготовлена при помощи трехмерного лазерного принтера. Разработчики обещают, в ближайшее время будут напечатаны и другие механические насекомые, которые удивят весь мир. Игры для очков виртуальной реальности Oculus Rift появятся уже в этом году. Об этом сообщил технический директор Facebook Майк Шрёпфер. Он отметил, что сегодняшние технологии в сфере дополненной реальности находятся на пике своего развития и могут заставить пользователя почувствовать себя так, будто он и впрямь находится внутри игры. В этом можно убедиться, посмотрев трейлер, выходящий в этом году игры «Ив Валкери». В нее можно будет играть с помощью любого из продуктов линейки Oculus. Автоконцерн «Польво» создал очень полезный девайс для велосипедистов. Специальный светоотражающий спрей «Лайфпейнт». Его можно наносить как на технику, так и человека. В целом «Лайфпейнт» – это скорее не краска, а умный состав. Днем он никак не проявляет себя, а вот с наступлением темноты ярко светится в лучах фар. Спрей держится до 10 суток. Правда, после дождя его придется нанести еще раз. Но это небольшая плата за огромный шаг вперед в вопросе безопасности участников велодвижения. Для молодых родителей сходить по магазинам порой очень непросто. Особенно, если шоппинг проходит в крупных гипермаркетах, где каждая блестящая вещь привлекает внимание детей. А детям, как известно, отказать очень трудно. В итоге семья выходит из магазина с пустым кошельком и кучей лишних покупок. Эту проблему призван решить алматинский проект «Китслаб». В то время, пока взрослые ходят по магазинам, дети заняты обучением, играми, развивающими, мастер-классами. В общем, всем тем, что очень их увлекает. Обзорный репортаж о детской лаборатории прямо сейчас на ваших экранах. Пока одни мамы утопают в рутинной домашней работе, другие придумывают масштабные проекты по воспитанию детей. Так у трех молодых мам из Алматы появилась идея создать специальную развлекательную зону для детей, направленную на их социализацию и творческое развитие. Находясь в декрете, у нас возникла такая идея создать что-то, в первую очередь, конечно, для наших детей, но так же, что будет полезно и другим детям. Отсюда мы работали очень долго над концепцией. От концепции до реализации примерно ушло около 4-5 месяцев. Отличительная идея «Китслаб» – это возможность для детей оторваться от гаджетов и поиграть друг с другом, в то время как родители могут потратить свободные час-два на прогулки по магазинам. Хотя есть и те, кто остается в лаборатории детей вместе со своими чадами. Тематических комнат хватает на всех. Есть батут, есть очень хорошая комната, где дети могут лазить сами, но это, наверное, после трех лет. Есть интересная комната с мыльными пузырями. При этом наши любимые на сегодняшний день мыльные пузыри – соседняя комната. Конечно же, главное в таком виде бизнеса – это безопасность детей. Полы этой детской площадки покрыты коврованом и матами, а комнаты оборудованы видеокамерами, которые выводят все на монитор в специальную родительскую зону. Кроме того, в течение дня два раза делается уборка и кварцевание. Одна из главных причин неудач в бизнесе – это незнание дела, которым вы занимаетесь. Средства, связи и хорошая команда порой не спасают положение. Остается одно – изучить бизнес изнутри. Так и поступил один алматинский предприниматель. Он с детства мечтал открыть ресторан китайской кухни, и поэтому не так давно бизнесмен решил попробовать себя в качестве повара, официанта и администратора. Что из этого получилось, вы узнаете из нашего следующего специального репортажа. Знакомьтесь, это Вадим Лю – предприниматель со стажем. Он знает все о контекстной рекламе, СММ-продвижении и интернет-маркетинге. Однако в ресторанном деле не разбирается вовсе. И это – главное препятствие в реализации своей детской мечты – открытии собственного ресторана. Впрочем, выход из ситуации бизнесмен нашел довольно быстро. Вадим попросился в подмастерье к знакомому ресторатору. Теперь IT-предприниматель должен переквалифицироваться в знатока бизнеса Хорека, то есть специалиста в сфере отелей, кафе и ресторанов. Они меня берут как бы на работу. На одну неделю берут меня на работу поваром, на одну неделю, естественно, помощником повара. На одну неделю берут меня официантом, на неделю администратором, ну и там какую-то пару дней, может быть, помощником управляющим. Работа повара показалась ему самой сложной. Ведь на кухне очень много нюансов, запретов и правил, соблюдать которые не так-то просто. К сожалению, меня не пускают горящие царки, ничего не делают, не дают. Поэтому приходит только резать. Но, как оказалось, я даже, в принципе, резал неправильно. Но главное, что узнал Вадим, меню ресторана составляется за несколько месяцев до планируемого открытия. Фактически заявленное в концепции направление кухни и является заданием на поиск шеф-повара и другого персонала кулинарного закулисья. Немаловажная деталь хорошего заведения общепита – качественное обслуживание. И это тоже целая наука, с которой ознакомился Вадим. Вот несколько основных правил обслуживания гостей в ресторане. Входящего приветствуют и предлагают выбрать столик. После того, как вошедшие определились с выбором, нужно помочь им рассесться. Каждому клиенту дается меню в определенном порядке, учитывая пол и возраст гостей. И немаловажная деталь – напитки приносятся посетителю в течение трех минут после принятия заказа. И при подаче обязательно называются «пожалуйста», «ваш чай», «кофе» и так далее. Ресторанный бизнес для меня теперь, скажем так, не такой темный лес, как раньше. Я достаточно глубоко изучил процессы. Я знаю, что не до мельчайших подробностей, потому что это все равно приходит только с реальным опытом годовым, возможно. Но вкратце, возможно, до уровня, до какого мне нужно было, я изучил. На сегодня это все. С вами был я, Серик Акишев и программа The World of Startups. Ровно через неделю в это же время мы снова будем вам вещать о безграничных возможностях цифрового мира. До встречи в эфире телеканала Казах ТВ.